Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. О югорских дикоросах и рыбе узнают по всему Уралу. Товаропроизводители показали деликатесы участникам 10-й межрегиональной агропромышленной выставки. Спасти за пару минут. В Нижневартовске на больших учениях спасатели показали, как быстро вскрывать попавший в ДТП автомобиль. В Сургуте общественники устроили рейд по продуктовым магазинам. Алкогольное законодательство нарушают в каждом четвертом. И обо всем подробнее прямо сейчас. Югорские предприятия представили свои товары на 10-й межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Она открылась сегодня в Екатеринбурге. Поддержать местных производителей приехала и губернатор Югры Наталья Комарова. В частности, глава региона примет участие в окружном совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса и посетит выставку. К слову, на югорском стенде свою продукцию представили 10 предприятий. Это переработка рыбы, мяса, дикоросов и производство молока. Как отмечают организаторы, агропромышленная выставка – та площадка, где производители могут наладить диалог и найти новые пути для сотрудничества. Накануне Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Сургут. Здесь глава региона встретилась с пациентами травматологической больницы, которые прибыли в Югру на лечение из Донецкой Народной Республики. Напомню, в прошлом месяце с самолетом Минобороны из Донбасса в округ прибыли 22 человека. 16 из них сейчас находятся в сургутском травматологии. Пациентам выполнили протезирование суставов, пластические корректирующие и микрохирургические операции на нервах. Одному человеку провели сложное нейрохирургическое вмешательство с удалением опухоли головного мозга. Сейчас все пациенты идут на поправку и проходят курс ранней реабилитации. Некоторые уже готовятся к выписке. В Нягоне активисты фонда поддержки, молодежных инициатив взялись за антиковидный ликбез населения. В рамках информационного проекта молодые люди общаются с жителями города, говоря доступным языком о значимости превентивной медицины и здорового образа жизни. Ведь несмотря на то, что с начала пандемии миновало почти три года, у простых граждан остается еще вопрос об инфекции и, что хуже всего, недоверие к противоковидным прививкам. Мы говорим, что вакцинирование – это никакое не чипирование. Мы показываем, что это такое, откуда это взялось, что это еще с древности, как выглядит вакцина, на что она в организме влияет, как она вводится не с точки зрения «поставь плечо и пускай тебе укольчик сделает», а вот именно на пальцах объясняем. Идею активистов поддержали в крупной нефтегазохимической компании. В рамках программы «Точка жизни» по всей стране проходят образовательные семинары, на которых о коронавирусе, его профилактике и последствиях жителями говорят специалисты федерального уровня. Это медики и клинические психологи. Сейчас специализация – работа с людьми, которые перенесли тяжелые заболевания. В течение дня для того, чтобы межполушарные связи в нашей голове заработали, простое элементарное упражнение. Все детки и взрослые могут его делать. Это называется «Лиса-Заяц». И вот делаем «Лиса-Заяц». Если у вас есть возможность в течение 30 секунд, в течение дня сделать, то вы очень поможете своим нейрончикам в голове. Евгорчане налаживают партнерство с соотечественниками из 12 стран мира. Директор окружного департамента общественных внешних связей и молодежной политики приняла участие в 15-й региональной конференции российских соотечественников стран Азии. В рамках онлайн-встречи Елена Шумакова рассказала представителям деловых кругов о востребованных для региона направлениях экономического партнерства. Округ заинтересован в появлении промышленного, импортозамещающего производства в деревообрабатывающей отрасли, производстве строительных материалов и оборудования, а также зеленых технологиях. Кроме того, в ходе разговора руководитель ведомства представила опыт Югры в сфере развития экспорта медицинских услуг. За прошлый год в регионе лечения получили почти 52 тысячи иностранных пациентов. В числе самых востребованных направлений – кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, а также нейрохирургия и нейрореабилитация. В Югре переработчикам молока со следующего года возместят до 70% затрат на покупку маркировочного оборудования. О новом мере федеральной господдержки рассказал сегодня первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков на заседании оперативного штаба. Также речь шла о региональных мерах поддержки предпринимателей. Более 300 югорчан воспользовались ими, чтобы открыть свое дело. На эти цели по окружной программе можно получить до 220 тысяч рублей. Среди начинающих бизнесменов Югры популярны такие направления, как сфера красоты, услуги фотографа и ремонт одежды. Кроме того, ценили в ходе заседания и результаты, полученные от реализации других мер по обеспечению экономического развития. Предоставлены льготы по арендной плате по 559 договорам аренды муниципального имущества на сумму 23 миллиона рублей. Государственной компании «Север-Эйшлот» предоставлен аванс в размере 38 миллионов 800 тысяч рублей, что позволило перевезти почти 152 тысячи пассажиров. К профессиональному обучению и дополнительным профессиональным образованием приступили 1200 безработных граждан. К следующей неделе тепло станет во всех квартирах Сургута. Здесь уже запустили отопление в 330 домах. Накануне губернатор Югры Наталья Комарова проверила готовность муниципалитета к осенне-зимнему периоду. С рабочим визитом глава региона посетила первую и вторую котельные города. На каждом из этих объектов есть планы ликвидации аварии и схемы оперативного переключения оборудования, в том числе по переводу нагрузок. Отмечу, социальные учреждения начали обеспечивать теплом еще 5 сентября. Жилищный фонд с начала недели. В этом году городские тепловые сети провели ремонт магистральных и разводящих сетей, теплопунктов и самих котельных. Работы приняты Ростехнадзором Югры. Паспорт готовности будет получен в конце сентября. Если вы теоретически и по факту выполнения плана мероприятия справились с ними, значит будем считать, может быть, не дай бог, порт-мажорные обстоятельства. Ну а так, если я вас правильно понимаю, готовность предъявить. К тому, чтобы подписан был акт, соответствующий у вас есть. Хорошо. В Нижневартовске этим летом помимо ревизии систем теплоснабжения и планового ремонта модернизировали котельные. Теперь за температурой будет следить автоматика. На новые агрегаты потратили 430 миллионов рублей. Как изменилась система работы узнал Михаил Светошев. Из семи котельных Нижневартовска пока задействовали только три. Одну в старой части города и две в центральной. Сегодня этого вполне хватает, чтобы обогреть жилье и учреждения. Во всех центральных тепловых пунктах открывается запорная арматура в сторону жилых домов. И теплоноситель уже сегодня и завтра до всех домов поступит уже непосредственно до техподполя жилого дома. Дальше за работу по подаче отопления непосредственно в жилой дом уже переходит в управляющие компании. Старт отопительного сезона – это не запуск котлов. Они и летом не прекращали работу, обеспечивая горожан горячей водой. А теперь при похолодании они начинают греть сильнее. Причем с этого сезона в части котельных следить за температурой будет автоматика. Летом здесь поставили принципиально новые агрегаты, потратив на них 430 миллионов рублей. Теперь за работой водогрейного котла будет отвечать не только персонал, но и программа обеспечения и сам комплекс оборудования. То есть котел будет работать в автоматическом режиме, автоматически включаться, выключаться. И все это будет так называемое погодозависимое оборудование. То есть более четкая регулировка работы водогрейного котла в зависимости от температуры наружного воздуха. Кроме того, за лето сотрудники теплоснабжения провели на сетях гидравлические испытания, заменив около двух километров ветхих труб отавления. Построили новые участки теплотрассы, провели ревизию котельных. Стоит добавить, что в Нижневартовске все котлы переведены на газ, что в лучшую сторону повлияет на экологическую обстановку в городе. По словам коммунальщиков, все работы по подготовке к отопительному сезону выполнены на 100%. Неприятных сюрпризов не предвидится. Так ли это, увидим зимой. А пока наслаждаемся теплеющими батареями. Михаил Светошев, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. В Октябрьском районе браконьеры наловили рыбы на 1 миллион рублей. 38 нельм, 169 пеляди, 532 щуки и еще более двух сотен других рыб стали добычей трех местных жителей. Промышляли они на протоке Йендерское вблизи сельского поселения Каменное. Лов злоумышленники осуществляли на моторной лодке с помощью речного невода. Отмечу, что таким способом добыча рыбы законодательством запрещена. На данный момент подозреваемые задержаны. По признакам преступления возбуждено уголовное дело. К слову, двое мужчин уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений. 150 магазинов Сургута должны убрать с полок алкогольную продукцию. Именно столько торговых точек по подсчетам городских активистов до сих пор нарушают закон о продаже спиртных напитков. Напомню, изменения вступили в силу с начала сентября. Теперь продавать горячительные напитки нельзя рядом с детскими площадками, во дворах и в многоквартирных домах. Но до сих пор многие предприниматели нарушают закон, а продавцы уверяют, что и вовсе не слышали про запрет. О том, как сургутяне борются с нарушителями, наш следующий сюжет. Продали алкоголь в месте, где нельзя продавать алкоголь. То есть магазин выходит во двор. Звонит в полицию, как родным, по несколько раз в день. Денис Ханжин не жалеет ни времени, ни денег. Уже потратил несколько тысяч на покупку спиртного, хотя сам не употребляет. Это так называемая контрольная закупка неравнодушного жителя Сургута. Сама полиция в принципе не может просто так ездить и крошмарить бизнес. То есть должно какое-то поступать сообщение от жителей. И полиция не может привлекать как-то этих жителей. Это тоже им по головке не погладит. То есть жители сами должны проявлять свою активность. Теперь алкоголь продавать нельзя магазинам, расположенным во дворах, рядом с детскими игровыми площадками и в многоквартирниках, если выход не находится со стороны красных линий. Эти разметки не установлены на улице. Ознакомиться с ними можно на карте схемы территориального планирования каждого муниципалитета. Изменения в закон вступили в силу еще в 2020 году. Бизнесменам дали два года на адаптацию. Убрать полок, всю алкогольную продукцию. Запрос был и в администрацию города Сургута. Они точно тоже так же сказали, что они проводили некую информационную работу подготовительную, сообщали предпринимателям. Соответственно, должны уже, наверное, все быть подготовлены к этому моменту. За два года уже, наверное, всех могли предупредить. И, соответственно, не продавать. Но, к сожалению, конечно, они нарушают, как это и водится. Активисты регулярно проводят контрольную закупку. Алкоголь зачастую удается купить. Причем нарушают закон не только мелкие предприниматели, но и большие федеральные сети. Сейчас законно у вас вступил в силу, и алкоголь продавать нельзя на данной территории. Это вам вопросы к администратору. А вас не предупреждали, что вам нельзя уже... У нас никакого предупреждения. По подсчетам, сургутян в городе больше 600 магазинов. Из них около полутора сотен на сегодняшний день должны убрать с полок всю алкогольную продукцию. Леона Киемова, Владимир Гайнзе, телекомпания «Югра», Сургут. Иномарка и грузовик столкнулись на трассе в Нефтьюганском районе. Водитель «Инфинити» не выдержал безопасную дистанцию, въехал в Татру. Владельцы легковушки с травмами разной тяжести доставили в Нефтьюганскую окружную клиническую больницу. Это не единственное ДТП с пострадавшими в Югре. Всего за минувшие сутки полицейские зарегистрировали три аварии. Три человека получили травмы. Семь водителей сели за руль пьяными. Столько же отказались пройти экспертизу. Пятеро сели за руль под шофе не первый раз. За выезд на полосу встречного движения к ответственности привлекли 36 человек. Еще 41 нарушили правила перевозки детей. В Нижневартовске сотрудники экстренных служб встретились на полигоне пожарно-спасательной части. Несколько десятков специалистов продемонстрировали свои навыки по спасению людей. Здесь прошли тактико-технические учения по ликвидации последствий ДТП. Михаил Светошев расскажет подробнее. В качестве легенды выбрали, к сожалению, не такой уж редкий случай. Два автомобиля не поделили дорогу. Такое случается. Но на этот раз в столкновении пострадали люди. На место происшествия выехали экстренные службы. Дорожные полицейские, врачи скорой помощи, сотрудники городской аварийно-спасательной службы и пожарные. Первыми приступают к работе пожарные и спасатели. Собой все, что может понадобиться в такой ситуации. Гидроножницы, бензорез, пневмоклин. Пока одни обесточивают транспорт и тушат возгорание, если оно произошло, другие спасают пострадавшего. Извлекают его, вскрывая с помощью инструмента в салон автомобиля. Затем пострадавших передают руки медиков. Впрочем, если их не окажется на месте, спасатели и сами способны оказать первую помощь. Когда счет ради жизни человека идет на секунды, важны любые знания и умения. Учения нужны для того, чтобы личный состав непосредственно, как пожарно-спасательная служба и аварийная служба, спасательная служба, я имею в виду города, отрабатывали совместные навыки по ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Как непосредственно в городе, за городом. Ситуации бывают разные и дорожно-транспортные происшествия проходят по-разному. Основная фаза учений длилась буквально минуты. От прибытия подразделений до погрузки пострадавших в автомобиль скорой помощи. В реальности такое происходит гораздо быстрее. Но сегодня просто учение. В данных учениях, так как специальных вопросов скорости не стоит. То есть здесь больше стоит вопрос профессионализма, отработки действий по ликвидации ДТП и взаимодействия между службами. С МЧС мы взаимодействуем в ежедневном режиме. ДТП у нас как не прискорбно, они все равно происходят и будут происходить. Но отмечу, что действия все время становятся лучше, грамотнее и четче. Такие учения в Нижневартовске проводят ежегодно. А шлифовать свои навыки, что называется в реальных условиях, к сожалению, спасателям приходится намного чаще. Только с начала года на территории города произошло 108 автомобильных аварий, в которых 4 человека погибли, а 167 получили ранения. Михаил Светышев, Евгений Лоскутников. Телерадиокомпания «Югра». Нижневартовск. Навыки оказания первой помощи понадобились и учащимся Пытьяха. В городе прошли соревнования школы безопасности, в которых приняли участие сборные команды пяти образовательных учреждений. Подростки преодолевали переправы, которые обычно используют для форсирования болот и оврагов, оказывали доврачебную помощь, определяли лекарственные ядовитые растения, складывали костер и вязали узлы. А также показывали порядок действий в месте, где произошла утечка опасных химических веществ. Это мучат на уроках АБЖ. Пригодилось знание теории, правила дорожного движения и задания по топографии. А еще система подачи сигнала в бедствие, знание которой добавляло баллов. Это международная система подачи сигналов бедствия земля-воздух. То есть, условно говоря, если группа туристов находится в определенной точке, они должны с помощью подручных предметов, хоть собственные телами, не имея значения, они должны подать сигнал, выложить на земле, который будет понятен из воздуха. Например, требуется врач, или место для посадки, или нужны медикаменты, или нужна вода, пища. Теперь к новостям, которые югорчане обсуждают в интернете. Югорчане смогут получить 2 миллиона рублей на реализацию дизайнерских проектов. Стартовал прием заявок на конкурс «Модный дом», в рамках которого жители нашего округа, достигших 18 лет, приглашают поделиться идеями в сфере моды и дизайна. Так реализовать свой потенциал можно в пяти номинациях. Среди них одежда и обувь, аксессуары, интерьерный декор, этнокультурный код и модный промоушен. Добавлю, что подать заявку на участие можно до 12 октября. Авторы самых ярких и амбициозных проектов получат гранты губернатора Югры. В Югре стартовала федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель». Так жительницы нашего округа смогут бесплатно получить необходимые знания по менеджменту, финансам и маркетингу, а после обучения представить свои бизнес-проекты. Автор лучшей инициативы получит грант в размере 100 тысяч рублей. Добавлю, что принять участие в проекте могут югорчанки в декрете и мамы несовершеннолетних детей, которые планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года. Подать заявку можно до 30 сентября. Умные остановки окружной столицы претендуют на звание лучших в России. Проект из Югры стал финалистом второго этапа всероссийского конкурса «Проф.АйТи». К слову, сегодня в Ханты-Мансийске семь умных остановочных комплексов, которые оснащены системой климат-контроля, Wi-Fi, камерами видеонаблюдения, а также кнопкой экстренного вызова. Кроме того, в современных павильонах установлены интерактивные экраны. С их помощью местные жители и гости города могут узнать информацию о расписании автобусов и туристических достопримечательностях. Добавлю, что всего в конкурсе участвуют 345 инициатив из 53 регионов страны. Югорский проект вошел в ТОП-50. Необычные танцевальные соревнования организовали в Лангепасе. В городе состоялся первый турнир по компьютерному спорту в дисциплине джаз-дэнс. Примечательно, что вместо хореографов номера участникам ставил роботизированный симулятор. На экране команды видели движения, которые необходимо было повторить. Специальная камера считывала совпадения и начисляла баллы за синхронность и темп. Попробовать себя в современном танцевальном направлении вызвались около сотни воспитанников творческих коллективов города. Эксперты отметили, что все участники отлично двигались. Однако, как оказалось, на таких соревнованиях это не самое главное. Здесь нужно выучить хореографию, нужно выучить именно амплитуду движений, которую считывает система. То есть здесь недостаточно просто вальяжно повторить те движения, которые показываются. Здесь нужна четкость, точность и амплитуда движений. Вот здесь амплитуды во многом, многим не хватает, но в целом достаточно высокий уровень подготовленности именно хореографической, конечно же, прослеживая. Егорские биатлонисты готовятся ко второму этапу летнего Кубка Содружества. Он пройдет в Республике Беларусь. В Раубчах биатлонисты выявят сильнейших в трех дисциплинах на лыжероллерах – спринте, гонке, преследовании и мастарте. Отметим, что на прошлом этапе, который прошел в Сочи, югорчане завоевали три медали. Алексей Вагин стал третьим в спринте, выиграл гонку преследования. В той же дисциплине отличился и Петр Пащенко. Он завоевал серебро. Первый старт второго этапа Кубка Содружества состоится 15 сентября. Не менее 10 тысяч угорчан примут участие в кроссе нации. Большой спортивный праздник в эти выходные пройдет в 20 муниципалитетах округа. 17 сентября любители бега смогут не только побороться за медали, но и принять участие в мастарте. Если говорить о спортивных забегах, то здесь на трассу выйдут легкоатлеты от 10 до 40 лет. Меняется только дистанция. Дети выявят сильнейших на полтора километра. Также есть дистанции 2,5-3,5 километров для взрослых. А вот в массовом забеге сможет принять участие любой желающий. Достаточно пройти регистрацию, получить стартовый номер и преодолеть полторы тысячи метров. Ханты-Мансийский кросс нации традиционно пройдет в центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Более подробную информацию можно узнать на сайте автономного учреждения Югра Мегаспорт. Сергей Устюгов не выступит на чемпионате страны по лыжероллерам, который начинается в пятницу в Тюмени. Егорский лыжник принял такое решение вместе с личным тренером Маркусом Крамером. Сергей сейчас находится в Тюмени на тренировочном сборе и будет в своем темпе набирать необходимую форму. Кроме того, югорчанин на прошлой неделе перенес простуду, поэтому внес коррективы в тренировочный процесс. Чемпионат России по лыжероллерам пройдет в Тюмени с 16 по 20 сентября. В программе гонки на лыжероллерах с раздельным стартом, классическим и коньковым стилем спринт и кросс. В Новоаганске спортивная школа «Алимп» открыла двери для всех желающих. Секции здесь, а это 10 дисциплин, заработали в полную мощность. Причем вид спорта и режим занятий подбирается в зависимости от предпочтений и возможностей каждого школьника. Например, плаванием по оздоровительной программе можно заниматься с 5 лет, а отделение самбо и бокса по программе спортивной подготовки с 10 лет. График занятий составили так, чтобы он не пересекался с уроками в общеобразовательной школе. Сейчас в «Алимп» набирают всех, кто хочет заниматься волейболом, мини-футболом, баскетболом, а также лыжными гонками и северным многоборьем. Чтобы записаться в одну из таких секций, детям достаточно прийти с родителями, предварительно получив медицинский допуск. У меня двое детей, мальчик 12 лет и девочка 7 лет. Я решила их записать в секции сюда, в спортивную школу. Сын у меня изъявил желание заниматься пауэрлифтингом сам, то есть хочет мышцы накачать, быть сильным. А дочка решила у меня заниматься плаванием, потому что мы летом посещали лагерь, у них был бассейн, и вот она решила с 1 сентября начать заниматься плаванием. Югорчане выиграли Всероссийский фестиваль ГТО. Накануне в Международном детском центре Артек завершились итоговые соревнования «Готов к труду и обороне». За звание сильнейших школьников страны боролись почти шесть сотен участников. Они состязались в плавании, стрельбе из винтовки, беге на длинные и короткие дистанции, гибкости и других нормативов комплекса. Ежедневно юные спортсмены накапливали очки, по которым определялись победители в личном общекомандном зачете. В составе сборной Югры выступили школьники из Советского, Нижневартовского, Сургута, Мегиона и Ханты-Мансийска. В общекомандном зачете наши спортсмены набрали почти 4,5 тысячи очков и обошли команды Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Следить за новостями телеканала Югра можно в Телеграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра. Субтитры создавал DimaTorzok